Всем здравствуйте! Постараюсь быть краткой. Меня зовут Яна, я мама Лазаря. С Давидом мы знакомы с января месяца 2018 года. Проводили сеансы поначалу часто, потом пореже получалось. У нас ситуация, возможно, не такая сложная. И не так часто я обращалась с экстренными какими-то вопросами к Давиду. Но поначалу меня очень много беспокоило. И все, что я озвучивала Давиду, во всем он нам помогал. Попробую вспомнить все, что у нас было. Не стала специально писать, чтобы не читать доклад. Первоначально у нас была дикая зависимость от всяческих телефонов, планшетов и всего такого прочего. Вплоть до того, что я не могла даже Давиду позвонить по планшету. После этого, после нашего сеанса, начиналась истерика. Ребенок ни в какую не хотел отдавать планшет. То есть было очень трудно с ним договориться. Практически невозможно. С этим нам Давид помог. Большое спасибо, потому что я прятала телефон свой до этого где-то года полтора. Где-то с трех с половиной лет мы вплотную начали заниматься развитием. После того, как я поняла, пройдя всех врачей и ничего не понимая в итоге, что с ребенком происходит. Единственное, я поняла, что нужно с ним заниматься, общаться. Я просто спрятала все. И телефон, и планшет, я все спрятала. В телефон я доставала только ночью, когда он засыпал. То есть я пропала от всех. На связи я не была. Поэтому мне было очень трудно. И Давид в этом нам очень помог, потому что, естественно, без связи трудно. Ну, плюс ко всему, ребенок стал намного спокойнее. То есть у нас началось дозированное. То есть сколько-то там времени в день. То есть не было это таким вот прям с утра до ночи. Буду краткой. Значит, это прям большая помощь была. Давиду спасибо огромное за это. Потом, что нас беспокоило, он был, конечно, очень расторможенный. С этим тоже у нас наладилось. Также одно время у нас был истерический, дикий, непонятный смех перед сном. Ну, где-то неделю вот так вот я за ним последила, и мне пришлось сказать об этом Давиду, потому что было очень сложно с ним строить взаимоотношения. Просто, ну, дико было смотреть на него. Вот, Давид с этим нам помог. Спасибо большое, Давид. Потом у нас на 8 марта был праздник детский, в детском саду мамин праздник. Нам раздали стишки. На тот момент мой ребенок вообще не разговаривал никак. Ни здравствуй, ни да, ни нет, вообще ничего. Но дали нам стишок, читать он умел. Вот. Ну, Давид сказал, пусть читает. И он прочитал. Прочитал этот стишок, и с этого момента потихоньку-потихоньку он начал набирать обороты. Читал он давным-давно, очень рано начал читать. Вот. Но не разговаривал. Говорить начал в 5,5 лет. Сейчас ему 6,5. Вот. Что еще? Еще у нас проблема была с пониманием обращенной речи. Именно с восприятием речи. Русской, либо иностранной. У нас в семье многоязычие. Поэтому ему было очень трудно разобраться. И потихоньку-потихоньку с Божьей помощью и с помощью Давида, я это тоже озвучивала ему, он стал понимать. Сейчас он понимает. Ну, может быть, слышит он. Но не понимает он в силу того, что у него словарный запас низкий. Конечно, очень мало слов он знает. Поэтому, конечно, сложно. Ну и ситуации, конечно, мало. Поначалу я записывала, но стремительно увеличивался словарный запас. Поэтому я уже потом бросила где-то через полгода. Я уже перестала записывать. Уже поняла, что мы сдвинулись, слава Богу. Ну, вот такие вот маленькие у нас достижения. Иногда я до Давида не дозванивалась, я что-то писала. Допустим, было очень сложно ему учиться с детками в группе заниматься. Индивидуальные занятия он знал, что это такое. А с детками сидеть рисовать он не мог. Поэтому я Давиду это озвучила. И в этом у нас пошли улучшения. Ну, вот пока об этом во всем я смогла вам поведать за 5 минут. Спасибо большое центру Бердавиду, Давиду, Юсефе, доктору Аркадию и всех, кого мы знаем заочно. Будем мы дальше на связи. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Юля. Мы проходим дистанционное лечение в центре Бердавида. Хотела поделиться нашими достижениями за последние 2 недели. Моя дочка стала пытаться засыпать сама. Идет в комнату, в кроватку ложится и пытается заснуть. Научилась собирать пазлы из 6 частей. Научилась, пытается надеть сама носки. Заражает свои чувства слогами и звуками. Стала подходить к деткам в парке. Еще у нас появилась новая кукла. Кукла Маша, которая стала любимой. Она ее ищет. Она знает, что это Маша. Она ее любит, обнимает и целует. Спасибо большое Давиду и все его команды. Всем, меня зовут Анастасия. Сегодня я хотела бы с вами поделиться о наших достижениях и изменениях благодаря дистанционному лечению в центре еврейской медицины Бердавид. Последний видеоотчет был снят мною 2 недели назад. И вот по прошествии 2 недель мне бы хотелось поделиться с вами о результатах. За эти 2 недели у моего ребенка появилось одно очень важное умение, навык. Он стал не просто смотреть в глаза, а он стал как бы без слов спрашивать взглядом разрешение, одобрение или запрет. И смотреть на мою реакцию относительно происходящего вокруг. Да, то есть вот, например, при виде незнакомого человека или какой-то нестандартной ситуации в магазине, где-то на улице, ситуации, с которой ребенок встречается впервые, он сразу вместо того, чтобы либо не обратить на это внимание, как было раньше, либо начать плакать и стерить, он стал просто поворачиваться и смотреть мне в глаза. То есть он смотрит на мою реакцию, да, либо же я испугаюсь, либо же я улыбнусь. И, соответственно, он проявляет те же эмоции, которые и я. То есть если я улыбнулась и сказала, что все хорошо, то, соответственно, все, ребенок раскован, он ведет себя спокойно и все хорошо. Если он видит, что как-то я нахмурена, да, в данной ситуации он сразу сжимается, подходит ко мне, обнимает. То есть, ну, он спрашивает взглядом разрешение или запрет, или мою реакцию на происходящее. Точно так же вот он стал подходить к вещам, к которым мы не разрешаем ему играть. То есть он ложит на них ручки и смотрит на меня, смотрит и ищет, как бы, ответ на вопрос, можно взять, хотя знает, что нельзя. И я ему говорю, сынок, ты же знаешь, что вещи мы не играем, поэтому ее брать нельзя. Он сразу убирает ручки, отходит, целует, обнимает. То есть раньше у нас такого не было, это появилось вот буквально несколько дней назад. И еще хотелось бы сказать об изменении, которое, наконец-таки, произошло в моей голове, в моей душе. Это то, что я, наконец-таки, приняла ситуацию такую, какая у меня есть. То есть я приняла ребенка таким, какой он есть на данном этапе. Я перестала его сравнивать с кем-то, я перестала смотреть на других детей. И вы знаете, мне стало легче жить, мне стало легче жить, легче дышать, легче как-то анализировать ситуацию. Но здесь очень важный момент мамам, да, это не перейти эту грань между принять диагноз и принять выводы врачей, и принять ребенка таким, какой он есть. То есть принимать диагнозы и выводы врачей не нужно и нельзя. Нужно принять просто малыша своего, таким, какой он есть, с надеждой на то, что это все уйдет, и все это стабилизируется, и ребенок уйдет в норму. Да, просто на данном этапе вот так. Вот так, и по-другому сейчас оно быть не может. Со временем оно обязательно поменяется, но на данном этапе оно так. И вот кто-то когда-то мне сказал о том, что да, если с ребенком есть сложности в детстве, то с ним потом очень будет легко идти по жизни. И вот в это нужно верить, тем более, что все мы знаем выход из этой ситуации. В очередной раз хотелось бы поблагодарить за все, за все достижения Давида, Юсефу. Это люди, которые выполняют невероятный, колоссальный труд, невероятное количество времени, тратя на каждую из нас, да, кто обращается за помощью. И каждый обращается за помощью не только с ребенком, но и с самой собой, да, помощи себе. Люди никогда не отказывают, люди никогда не берут за это никакую плату, и они помогают. Они действительно помогают, они ставят мозги на место, они лечат детей, они лечат нас. Я даже не знаю, что бы мы без вас сделали. Низкий поклон вам, спасибо большое. Всего доброго.